Всем привет! Давным-давно с вами мы не виделись, и вот снова мы. Здравствуйте, дорогие наши! Привет-привет! Всем привет! Всем доброго дня! Ну и всё, на этом ваша роль закончена. Вот так. Кило много сказать. Бог, свидетель, не даёт говорить. Ладно, а мы сегодня собираем просто вот... Вы на что собираете букет? На витрину, на заказ, а я на витрину соберу букет. Небольшой. Вот я вчера собирал, кстати, на... Много букетов было на этот самый, на выпускной. Собирал такие вот несложные букеты. Ну, несложные, но симпатичные. А сегодня я решил немножко и на витрину собрать. Ну, отчего тут? Отчего бы и нет. И вам заодно показать. Вот. Пишите в комментариях, пожалуйста, как у кого дела. Я тут подумываю просто... Много лициклаз. Возобновить ютубную деятельность свою, потому что... Ну, я немножко... Меня на самом деле выбило из калии вся вот эта вот ситуация вообще. Вся, вся ситуация. Я не знал вообще, хочу ли я инстаграм, хочу ли я ютуб. Вообще ничего. Ну, потому что вот это вот все началось, когда, да, что инстаграм закрывается, ютуб вот там тоже как будто бы, знаете, через день-два его закроют уже. Вот это вот все, знаете, нагнетание обстановки. Вот. Я немножко такой, это... Немножко выпал из реальности. Меня там видно вообще целиком? Мою шикарную голову. Видно? Я не вижу в зеркало. Татьяна Ленишина. Что? Скажите, я там вообще... Меня видно в зеркале? Без головы. Видно только без головы. Видно без головы, правда? Так, технические неполадки устранены. Технические неполадки устранены. Мы там вроде как, короче, мне нужно покупать срочно новый штатив. Поэтому, конечно же, начинаем снова работать. В ютуб, в инстаграм, везде, где можно. Штатив надо покупать на что-то? Надо, конечно же. Вот, поэтому... Вот. Ну, я немножко такое подожил уже. Немножечко уже живу. Вон, видите, даже кудри начали ливиться. Рассказывайте, у кого там чего интересного происходит? Кто, как работает? У кого есть какие-то перемены, не перемены? Честно... Много ли было заказов? Много ли было заказов на выпускные? Все ли справились? Уже закончились выпускные, Татьяна Венеччина? Я просто даже не ориентируюсь. Мне кажется, да. Да? Последние двумки же были выпускные. Это уже... 25-го у всех были выпускные. Просто видите, я уже такой старый, что я не помню, когда эти выпускные... 25-го были выпускные. 25-го? У всех, да. Так, ну у меня, в общем говоря, в принципе, вот и букет. Вот он, и букет готов. Да. А вы что? А все? Ну, я что-то уже, по-вашему, здесь... Почему красиво все уже? Упаковка же будет нарядная. Я вообще, мне кажется... Мне кажется, зачем нужны цветы, когда... Когда упаковка нарядная какая. Вот, кстати, друзья, по поводу упаковки. Я получил упаковку, но я до сих пор не могу сделать каталог. Поэтому, когда Татьяна Венеччина мне говорит, Вова, расскажи про упаковку, мне так стыдно, что я до сих пор не сделал каталог. Вот сегодня я, например, ездил, оформлял мероприятие. Вчера мы делали тоже букеты эти, да, на выпускные. Позавчера еще что-то было. А до этого были эти самые курсы по свадебному декору. Кстати, вы знали, что были курсы по свадебному декору, между прочим? Сейчас это мне не видно, голову мою шикарную. Видно. Вот так вот. Смотрите, какой у меня профиль красивый стал. Вот, смотрите. Красиво? Ой, офигенно. А то. А это потому, что зубы ровнеют. Вот, зубы ровнеют, правда говорю, у меня и вот эта вот челюсть выдвинулась, короче говоря. И вот, и вообще посвежил, похорошил. Это потому, что у меня безалкогольная диета. Так. В общем, вот. И что у нас про упаковку? Значит, упаковка-то приехала, друзья мои. Упаковка приехала, приехало ее несколько тонн. Поэтому, ну, это не преувеличение. Реально, несколько тонн упаковки приехало. Вот. Куча всяко-разная. Вот, ну, вот здесь вот висит, да, какая-то часть. Но это очень мало на самом деле. Всякие вот эти вот брендированные, типа а-ля. Шанел. Кто мне нравится еще? Вот этот вот, как он? Луи Витон. Луи Витон. Ну, вот. Он тоже разных оттенков, разных цветов. Ну, как Шанел, так и Луи. Вот эти вот двухцветные вообще классные приехали. Сейчас я пока разговариваю, вы все доделаете. Смотрите, он прям такой с одной стороны горчица, а со второй стороны такой вот желто-горчичный. Да, какой-то очень красиво. Еще мне нравится вот этот оранжевый тоже. Смотрите, с одной стороны шоколад. С одной шоколад прям такой горький шоколад. С другой оранжевый. Нет, это шоколад коричневый. Коричневый, просто это. Свет так падает здесь. С одной стороны горький шоколад, а со второй стороны вот такой оранжевый. Вот, поэтому мужские букеты тоже классные, кстати. Так что вот, друзья, обещаю вам, что я очень скоро доделаю каталог. Цены очень вкусные. А доставка по всей России куда только пожелаете. Вот, не люблю работать почтой России, если честно, единственная. Потому что почта России, у них цены дерут они, конечно, за доставку. Вот, как, я не знаю, как люкс какой-то, как будто бы они пешком доставлять ее будут. Вот, а так обычно отправляю СДЭК. Отправляю СДЭКом. Вот, ну и любой другой транспорт компании, которой вы привыкли работать, которая у вас есть в городе. В общем, скоро выложу каталог. Как только каталог появится, я думаю, на денечках... Блин, я вспомнил, я еще одному человеку должен тоже этот самый набросать идеи. И я всем говорю, там, дайте еще два дня, дайте еще два дня. И я нифига не успеваю. Поэтому, конечно, безалкогольная диета, а как иначе? Вот. И, в общем говоря... Не, правда, правда. Мне самое главное, мне сказать, знаете... Не надо так вот ручкой помахивать. Мне самое главное сказать во всеуслышание. Потому что я прекрасно знаю все свои проблемы, все свои вот эти вот, знаете, тараканы в голове. Я с ними дружу периодически, я с ними знаком со всеми. Я знаю, что у меня бывает, где я бываю, там, лишка даю, там, да, вот. Вот, поэтому... Жож, слушать противно. Ухо заткнуло. Поэтому мне важно сказать вслух на большую аудиторию. Чтобы, знаете, пообещать не только себе, потому что себе запрещение можно нарушить. Я хозяин слова, да, слово дал, слово забрал. Вот, а когда на всеобщую такую, на большую аудиторию какие-то обещания даешь, тогда сложнее нарушать эти обещания, правильно? Я вот дала обещание. А сегодня пошла и нажралась KFC. Кто-то мне позвонил и сказал... Ну, я позвонил и сказал, говорю, у вас, вы до сих пор на диете? Я сейчас на диете. Я говорю, в вашу диету KFC входит? Вы сказали... Я мучилась долго. ...имеет место быть, правильно? Я очень долго мучилась. Что тебе ответить? Вот, короче говоря, я просто так много говорю, потому что новостей много. Мы долго с вами реально не виделись, не слышались. Я единственное там в прострации в какой-то периодически выкладываю чего-нибудь в Телеграм. И то многие очень недовольны тем контентом, который я выкладываю, потому что я очень много, знаете, там... И водички лью, как вот сейчас прям, да? Ну, бывает совсем какую-нибудь вытворяю чушь какую-нибудь, бывает. Бывает, да. Вот. По энтому... Что еще у меня из новостей, Татьяна Линична? Ну, ты расскажи про мастер-класс. А, у нас был мастер-класс по свадьбе, по свадебному декору. Приходите, кстати, в Телеграм. Я там выкладывал... Господи, хоть удаляй, я там выкладывал и аудио, не трезвое. Вот, хоть удаляй. Да, аудио. Ну, а я же, знаете, мне же надо вот поболтать всегда. Вот, если я что-нибудь немножко лов, и мне нужно сразу же пообщаться с людьми. Вот. Ну, короче, а удалять я принципиально не хочу, потому что... Ну, это... Ну, вот... Это вот и я. Бывает и такое. Типа, знаете, и не надо с осуждением. Типа, бывает у всех периодически. Все люди, а вы? Все люди разные. Одни, одни, вторые, вторые, третий, третий, как говорит одна наша подружинка. Вот, так. Был у нас, значит, свадебный вот этот мастер-класс. Прошел шикарно. Мы все подружились. Мы, теперь у нас есть такая отдельная группа, чат, общаемся, выкладываем, кто у кого какие успехи. Девчонки уже приняли, между прочим, даже заказы на свадьбу. Не врут, Татьяна Ленишина скажет мне. У нас такая, знаете, мотивационная прям такая объемная работа прошла, потому что... Ну, опять же, не могу сказать, что я там какой-то, знаете, мотивировал, мотивировал, мотивировал. Я вообще считаю, что сама по себе мотивация немного переоценена. Да, потому что, ну, пока человек не захочет, я его хоть мотивирую, хоть не мотивирую. Вот. Ну, на правильный путь, короче говоря, можно. На рельсы верные и все. Дальше люди почесали дальше уже сами по себе. Да, не обязательно курировать их. Делали мы... У нас было три дня. Первый день у нас была теория. Второй день у нас было... Было оформление... Роскошный зал у нас был. У нас было оформление в стиле готика. Такое красное... Красные, черные ветки, зелени много и все такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, работали в основном с декоративными цветами. Плюс у нас в первый день были еще свадебные букеты и композиции. Девчоночки унесли композиции с собой домой. И на третий день у нас была Нижнятинка. С красивыми вазочками. Ну да. Я рад, что подарил вазы. Татьяна Линична сразу и Настя тоже. Красивые вазы. Зачем ты подаришь? Ой, не надо, я такое не говорила. Господи, жлобяра. Мне что, вазочек жалко? Ой, да я так не говорила. Сейчас все подумают, что я такое могла сказать. А, она могла. Я тебе не говорила. Ладно, ладно. Вот, и в общем, говоря, и на... Ой, прошу прощения. И на третий день у нас была Нижнятинка. Это было такое желто-белое оформление. Тоже очень получилось живописно, роскошно. Тело-белое оформление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем говоря, возьмем самое важное, самое полезное, самое необходимое И дальше у нас будет второй день коммерческий букет И третий день у нас будет коммерческая упаковка Прям целый день посвятим упаковке Будем упаковывать, упаковывать, упаковывать И они знают, что будем Цветы будем упаковывать, веники будем упаковывать Да что угодно Кстати, прикольно, сюрпризная работа Притащу веники, знаете, как на конкурсах Дают же всякие Вот у нас, Татьяна Линична, периодические конкурсы проходят И вот мы там какие-нибудь вытворяем чудеса Правда, принесу веники, пусть девчонки веники пакуют Вот возьми, продай веник Возьми, упакуй красиво веник Представьте, задача классная какая А что? Все, решено А что за веник? Ну просто вот веник, подметают которым веник Ну мы и цветы, понятно, будем упаковывать Ну и веники, как сюрпризная работа Надо веник упаковать и домой веник с собой красиво унести А какой вот такой большой, с ручкой? Ну нет, обычный веник, как это вот Которые обычные, вот эти веники лохматые Ну обычные, вот такие, маленькие Значит что, веников ни разу не видели, елки пал Ладно Татьяна Линична уже пообещала, что она тоже будет на мастер-классе Поэтому знаю я, есть у Татьяны Линичны здесь Свои фанаты Вот, прям фанаты Мы когда были на этом самом, на мастер-классе Татьяна Линична тоже была по свадьбе Значит там прям созванивались Были девчонки из, какой город? Из Шарыпова? Да? Да, да Из Шарыпова Татьяна Линична там голосовые отправляла Потому что девчонки говорили, что прям Татьяну Линичну очень любят и ждут Вот, Татьяна Линична, вас сейчас наверняка смотрит С кем вы общались? Девушку как зовут? Помните? Я не помню Ну хоть привет передайте девушке Приятно будет, наверное Звезда такая привет и передает Ну нежно же просили, я не знаю А это не не одно? О, не, я же, не же Даже спорить не буду Ну что ты? Ну вот так, когда с этим наездом спрашиваете, знаете Я даже и не хочется мне спорить с вами Ой, ничего себе Я вот прям поболтал от души, знаете Прям захотелось мне поболтать Я прям с вами Все рассказал А, мастер-класс будет, кстати У нас еще не все места расписаны Не все записаны Вот, мастер-класс будет у нас проходить 14, 15, 16 июня Поэтому Welcome to Paradise Как обычно Татьяна Линична все отмечает Что я что-то не так сделаю Ну как обычно делаю замечания Я хочу горох Я хочу горох, не могу Что, вырос уже? Я так люблю горох Смотри, какой красивый Очень Горох тоже мой, между прочим Вообще офигенный Мой заказан, это он из-за специальных горох А он, кстати, очень у меня подойдет Вот, чего еще Чего еще, Татьяна, мне еще рассказать Я что так, это Это про мастер-класс так быстро рассказала А, так а что рас... Что такое? Да у вас вот это торчит А, как мне пофиг Ой, Вова Как мне пофиг Косточки, Татьяна Линична Блин, как мне пофиг Надо идти Костоправу Я не знаю, кто лечит эти кости ваши Палечные Не знаю, вы говорили, что там пиво пили Я откуда знаю, что у вас там могло случиться Стыдно признаться Знаешь, мне это дети Я видел сегодня Ведро, ведро KFC съела Вот знаете, вот этот баскет-дуэт Просто навернула Одну ножку оставила Три Две А, ну Там было всего-то А, ну Три Ладно, успокаивайте себя Не буду вам нервы действовать Но какой-то все-таки предатель Вот с тобой в разведку точно не пойдешь Да Все расскажешь Ну, понятно Что надо, что не надо Так, в общем говоря У меня вот такой прям коммерческий букет Коммерческий букет Дай посмотрю Что начинается На свой букет взевай Красивый Как ты так ставишь эти ножки Приходите, Татьяна Ильинична Ко мне на мастер-класс Да Я подписала Я вам выдам веник Ну, такой букет с 2000 Вообще шикарный И мы с вами тренируемся Это все вот эти букеты Вот так вот Да Ну, я не знаю Видите Как бы их Когда 26 их, по-моему, штук было Все равно их Когда получатель получает Ну, получатель получает Прошу прощения Это за тавтологию Да Ну, в любом случае Когда получатель Их привозят Получателю курьер Да И в любом случае Они же немножко Вот так вот подсоберутся Да В любом случае Их нужно там Трясануть Да Хотя бы немножко Поправить Вот Да А еще Получатель меня удивил Конечно Получатель Это вообще моя Хорошая Подруга Вот Мы с ней учились На ветфаке В университете Только она стала Ветеринаром А я не стал А еще Она нарожала Кучу детей А я и не нарожал Вот И потом Значит Вот Вот Получатель был Была Моя одногруппница Бывшая И она мне говорит Значит Доставить нужно К 10 часам утра Я говорю Окей Вот И потом Я спрашиваю Говорю Катенька Слушай А у тебя Будет возможность Букеты в воду поставить Она говорит Нет Мы не будем Их ставить в воду Я А что Они не могут без воды Я говорю Ну Катенька Ну цветы Это как рыбки Примерно Да Вот как бы Как рыбки Вот могут без воды Так же примерно И цветочки Они могут без воды Да Вот Немножко могут Но один разочек Вот Я говорю Когда вручать-то будут Внимание Доставки Это Букеты приезжают В 10 Надо будет Катюша Катюша Если смотришь Напиши мне Как там Выжили цветы Вот Доставка на 10 А вручать будут Букеты в 12 То есть Букеты должны Ну учитывая духоту Да Учитывая вот эту Вот погоду А я уже все Курьера заказал Уже все там Это Ну то есть Уже время Мы уже На другой На площадку Уехали Оформляться Вот И то есть Пока курьер довезет Соответственно Это уже Какое-то время Пока Опять же Можно было бы Сделать Аквабоксы Ну как в прозрачную пленку Все вместе Налить туда воды Но это тоже неудобно Кто это будет Разрезать эти Аквабоксы Опять же Сколько воды Вручать не будут На сцене То есть Ну вот такие моменты Тоже Ну может быть И мой недочет Можно было поговорить Это Ну обсудить Вообще Когда вручать Будут все Но я так даже И не предполагал Что может Такое Получиться Что вручать Будут только Спустя 2 часа Еще и в воду Поставить Некуда будет Ну Причем Катенька сказала Говорит Ну что это Я вообще Планировал Их в воду Поставить Ну у меня Просто в машину Уже не влезают Баки Куда она хотела Поставить И я решила То что нет И не буду Вот Заморачиваться Я говорю Ну ладно Ну как бы Решение Решение Заказчика Ну решение Заказчика Правильно Спорить не буду И что Они не поставили Ну я не знаю Видишь У них сегодня Праздник Поэтому я не буду Надоедать А что там Букеты не сдохли Зачем мне Это надо Вот А завтра Спрошу Вот Ну у нас Не все такие Были букеты У нас были Короче Я сделал Примерно Вот такие Да 26 букетов Ну и мы Не один я делал Мы с Настенькой Делали Это я так Чтобы разделить Ответственность Знаете Вот Мы с Настенькой Делали Значит Два букета Самые красивые Я конечно делал Те которые Не понравились Заказчику Если вдруг Не понравились Это Насте Естественно То есть Потому что Ответственность Нужно уметь Разделять Настенька Привет Тебе большой Вот И Что хотел сказать А Ну то что Они не одинаковые Были Потому что У нас Были Здесь Некоторые Букеты С кустовой Допустим Розы А некоторые Букеты Были Побольше Устомы И Альстромерия Короче говоря Такие немножко Разные Ну и плюс Розы были Разных сортов И упаковка Тоже Ну они такие Все нежненькие Примерно Однаковенькие Вот Вам не кажется Начался Потому что Это нужно Чего-то Там Не забыть Там Текстиль Собрать Не забыть Одно Второе Третье Стулья Посчитать Там Все такое Вот Так что У меня сегодня День такой Длинющий Вообще Вот я не знаю Ну да Вот С 4 Я же вам говорю Безалкогольная диета Мне достаточно Вот знаете Три днечка Безалкогольной диеты Я сразу молодею Лет на пять Вот то есть Если Допустим Недели две Безалкогольной диеты Я под столом Ходить Начну Да Ну я так Помолодею Сильно Просто В младенческий Возраст Презачусь Нет Ну лицо Конечно Разглаживаются Скулы Вот это вот Все Ну я и так Красивый И хоть так Хоть так Как ни крути Красоту ничем Не испортишь Природу не обманишь Как говорится Вот Мне нужна лента Но вы тут Так встали Знаете Не пройти Не проехать Да пожалуйста Вот Мне кажется Вот такая лента Сюда подходит Потому что Здесь Этот самый Вот эта вот Сторона Тоже Двухцветная пленка Тоже Майами Между прочим Пока еще Майя Может быть Скоро будет Ваша Вот Такая Вот знаете Кофе Нет Не кофе Это Какао Какао Мне правда Просто нравится Я фотографировал Не все Удачно Опять же Почему каталог Не доделываю Потому что Не все Удачно Сфотографировал А последние Ну вот Как это Как обычно бывает Знаете Начинаешь Начинаешь Вроде нормально А потом А потом Что-нибудь В голову Приходит Ага Надо было Вот так Сделать Начинаешь По-другому Фото И думаешь Блин Все уже Отфотал И теперь Понимаешь Что нужно Заново Все Перефотовать Потому что Оказывается Вот так Надо было И так Было бы Красиво И мне теперь Заново Нужно Все Пофотографировать По-моему Вы несколько раз Хотели Что-то сказать А я Не дал Ни разу Был Такой Момент А я Слушаю Вы только Вот так Делаете Ну и правильно Я сегодня Пришла Кстати Вспомнил Пришла На работу Столько Упаковки И я не знаю Букеты Идут Заказы Идут И я не знаю Какую выбрать Я уже Так Такое Ощущение Классное Когда столько Упаковки И так Хочется Что-то Интересное Сделать Ну Вот Вы В принципе Видели Составчик Такой Вот Когда Его просто Собираешь Без упаковки Но Опять же Это вот На вручение Идеальный Вариант Куда-то На вручение На сцене Какой-то Сценический Такой Букет Когда Когда вам Кажется Что вроде Как много Упаковки А на самом Деле Он просто Такой Роскошный Издалека Это знаете Вот как Вот так Вот если Посмотреть Например На кого Татьяна Подскажите Вот это Кто у нас Вот это Звезда Такая Вот есть Я Ну вы Звезда Это Безусловно А еще Кто Киркоров Нет С такими Губами Вот такие Губы Вот это Вот ресницы Старая Ну как Не старая Ну я не про вас Сейчас вообще А это Самая Как ее Женщина Да У нее еще Какой Грубоватый Голос А Это Фамилия У нее Такая Интересная Обычная Фамилия Подожди Маша Распутина Маша Конечно Я же Когда вам Показал Что понятно Сразу Вот Маша Распутина Вот наверняка Ее вот так Вот встретишь Я про что Про то что Букет Со сцены И букет Когда кажется То что много Упаковки А я вам скажу Не факт Не факт Для чего Этот букет Нужен Вот На Машу Распутина Я уверен Тоже Вот так вот Посмотришь Близенькая Скажешь Ёлки Палки Она очень шикарно Выглядит А со сцены Она великолепна Потому что Видно все Губы Глаза Там все Такая попочка Такая красивая Сейчас я не знаю Я просто понимаю Что это сценический Опять же образ Всему Недавно встречались Кофе пили Да А на дачу Это вы с ней Пиво пили Господи Что вы меня Пугаетесь Это вы с ней Пивко попивали На даче Конечно Вот Так что вот Дали ему год Отсидел 12 месяцев Выпустили досрочно Очень красивые Какие ты Были у тебя А я так еще заступаю Вот это вот За упаковку Потому что Я люблю Я люблю все это Я люблю Опять же Вот может быть Тут и не нужно было Вот именно Такой тишки Да Может быть Но мне захотелось Знаете почему Такую тишью Мне захотелось Подтянуть Немножко Устонку Вот эту А вообще Конечно А вообще Конечно Вот эту Было бы Более Более так Благородненько Вот такую Тишью Ну это нарядник Вот под этот Самый Он бы слился Слился Он бы с этой Упаковкой Со слинсов Ладно Хорошо В общем Ну все Чемпионат России Ну понятно У нее там Цветов-то куча Полным-полным Это дорогущий букет Ладно Друзья Друзья мои Все Не это Не самое Без оценок Ну хотя Можете сразу же Призовое место Детя Алиниш Не отдать Конечно Почему это А я бы твой Мне твой Больше понравился Хорошо Тогда давайте Давайте тогда Оценим Знаете каким образом Оцените Отдельно Сам букет И оцените Отдельно Упаковку Блин Мне и упаковка Ваша нравится Знаете что Не хочу с вами Оценивать А не надо Оценивать Чемпионаты Отдаем Сразу Заочно Отдаем Татьяне Нынешние места Все призовые Ладно Ну поголосуйте Будет приятно И мне чего-нибудь Какой-нибудь Пару голосов Отнять У этой Бестыжей женщины Лезут волосы Татьяна Надо витамины Пить срочно Старость Старость Это посидеть Я должен А так Это витамины Так Все Эти заказанные Слоды Другой Красивый профиль Сам стою Вот так Как просто Как какая-то Как рохля Какая-то Ну да вот так Ну да вот так Ну что друзья Всем пока-пока Всем А что уже А я еще не наговорился А я еще хочу разговаривать А сейчас другие будем Сейчас еще букеты живем Ладно друзья Короче говоря Я так много чего-то Болтал 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 Кому было невыносимо Меня слушать Вы уж меня простите Просто давно С вами не виделся Соскучился Как сволочь Последний Я тоже Свечала Тоже как сволочь Да Все что тебе некогда Все некогда Вот Поэтому Если вдруг Чего-то там Я это Быстро-быстро И куда-нибудь Улетел Какой-нибудь мысли Вы мне вопросы Задавайте Пишите Окей Правильный ответ Окей Ну все Пока-пока Покружил Ты не сказал Покружил Поднял Так Фирменная 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 Всех Обнял Поднял Покружил На место поставил Нет Надо вот так вот Всем здоровья Всем любви Счастья Успеха Добра В личной жизни И мужа богатого Всем добра Всех обнял Поднял Покружил На место поставил Все Пока-пока Пока Продолжение следует